Сегодня в Самарской области руководители регионов округа обсуждали развитие массового и детско-юношеского спорта. В заседании Совета ПФО при полномочном представителе президента принял участие временно исполняющий обязанности главы Чувашии. О задачах и лучших практиках следующий материал. Серия послематчевых пенальти и команда из Чебоксара становится бронзовым призером всероссийского турнира. Цена престижной награды, усердные тренировки. Третье место команда Чебоксара. Поздравляю традиционно всех, кто связан с этой командой игроков, родителей, болельщиков, грузиней. Благодаря этому проекту в регионах страны стал развиваться мини-футбол. Но только одного желания стать чемпионом мало. Необходима тренировочная база. Строительство многофункциональных спортивных площадок – одна из задач майского указа президента. В прошлом году сразу в девяти муниципалитетах республики были открыты стадионы для сдачи нормативов комплекса ГТО. Школам-готовящим Олимпийский резерв была оказана господдержка из федерального бюджета. Планируем еще закупить велосипед в этом году согласно федерального стандарта. И форму, и запчасти. Надеюсь, что на следующий сезон школа будет обеспечена максимально. В рамках национального проекта только в республике к занятиям физкультурой должны быть приобщены порядка 55% жителей. Приоритет за развитием детско-юношеского спорта отметил временно исполняющий обязанности главы региона. Именно развитие детско-юношеского спорта нам позволит обеспечить массово, с одной стороны, вовлечение нашего подрастающего поколения и населения вообще в спортивное движение и спорт. А это является, в свою очередь, основой вообще как таковой возможности появления спортсменов, уже которые будут показывать высшие спортивные достижения. Заседание совета при полномочном представителе президента прошло в Тольятти. Деловая программа для глав регионов насыщена. Сегодня руководители субъектов посетили технопарк «Жигулевская долина» и завод «АвтоВАЗ». Здесь наладили выпуск из специализированных машин. И ввиду того, что машины имеют разные специфические характеристики, то есть для сельской местности, для городской местности, это как раз говорит о том, что наш современный автопром конкурентен. Ну и самое главное, нам позволить решать те задачи, которые стоят перед регионами, в частности, у вашей республики. Мы очень тщательно проанализируем. После тест-драйва за стол переговоров. Игорь Комаров отметил, что у Приволжского федерального округа большой потенциал для развития детско-юношеского и массового спорта. Чтобы здоровый образ жизни становился нормой, необходима современная инфраструктура в шаговой доступности и квалифицированные тренеры, работающие с Олимпийским резервом. И это только одна из формул успеха, которому надо двигаться поэтапно. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.